Найджел, good morning! Good morning! Вы предпочитаете чай, да? Или кофе? Ah, tea for me, man! Но только что вы из аэропорта Шеренетьево, у вас был концерт в Хельсинки. Как прошло выступление? Yeah, вообще... Выступление в Хельсинки было улетным. Я восхищен пребыванием в Москве. Это мой первый визит в этот офигительный город. Кстати, сейчас уже ночь, так что в этом чае вполне могла быть водка. Кто вас стрижет и кто вас одевает? У вас есть стилист? Я сам себе стилист. Потому что зачем платить какому-то недоделку, поганящему мою прическу, если я могу сделать это самолично? Часто говорят о том, что вы не академический музыкант. Глядя на вас, это понятно. Но а нужно ли быть академическим? Важно ли быть признанным? Что до меня, я не люблю стереотипы. Быть частью жанра не для меня. Я работаю от сердца. Главное, что у тебя в душе. И это передается моими пальцами. Вы несколько раз выступали перед королевской читой. Какие ощущения? Что вам сказала потом королева? У меня довольно интересный опыт общения с королевской семьей. Я играл для королевы много раз. И представляете, королева не очень любит музыку. Она слушала меня из вежливости. А вот ее сын, принц Чарльз, любит. Он, кстати, играет на виолончели. У меня было столько проблем из-за моих постоянных опозданий. И один раз я заболел. И мой менеджер сказал, чувак, ты должен сыграть для королевы. А я ему, чувак, я же болею, я не могу. Я, конечно, люблю королевскую семью. Они делают фантастическую работу и все такое. Но мой менеджер говорит, а как насчет меня, когда я получу свое, если ты не пойдешь? Ну, я сказал, окей, Джон, я пойду, пойду и сыграю для королевы. И, как всегда, я опоздал. Там были люди, типа стражи. Они меня не пускали, и мне надо было как-то пробежать мимо них. И я побежал вот так. Потом я поднимаю глаза и вижу королеву, сидящую на троне. Чувак, я подумал, о боже, приплыл. Ну и много таких похожих случаев. До нашего интервью накануне Марк Цукерберг, известный человек, встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. У вас же есть желание выступить перед нашими известными личностями, персонами? Ну, я думаю, мы найдем пару билетов, если он захочет пойти. Может, он даже заплатит. Ванесса Мэй, известная ваша коллега, стала известна о том, что она в 2014 году будет выступать в Сочи. Причем она будет выступать и играть не на скрипке, она будет на лыжах. Вы не думали о том, когда закончится ваша музыкальная карьера, сменить деятельность и куда бы вы пошли? Когда я жил в Нью-Йорке, я занимался боксом. В то время были некоторые проблемы между белыми и черными. А я был единственным белым и постоянно огребал. И моя рука, я не мог пошевелить пальцами. Я подумал, нафиг бокс, к черту. Теперь я слишком стар для бокса. Вы знаете, когда вам нет 30, вы можете, конечно, заняться этой фигней. А я вот, например, люблю водить такси. Я хороший водитель. Я люблю водить. Люблю общаться с людьми. Я знаю много людей, которые водят такси в Бирмингеме. А я вожу такси в Лондоне. Спасибо, чувак. Будь, Олли, Майк. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.